Выпускникам юридической академии в Одессе в Киевском институте интеллектуальной собственности и права вручили дипломы магистров. Как готовят специалистов в ВУЗе? Подробности в нашем сюжете. Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии выпустил магистров по специальностям права, международное право, правоохранительная деятельность и менеджмент. Дипломы получили более сотни выпускников. Отметим, ВУЗ проводит подготовку по различным направлениям, в том числе по уникальной специальности правоинтеллектуальной собственности. С 2019 года будет открыт набор на факультет кибербезопасности и цифровых технологий, которые уже успешно действуют в Одесской юридической академии. Таких специалистов уже ждут на работе в ведущих IT-компаниях и Центре цифровизации кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины. Мы с Министерством транспорта Украины подписали договор. Выпускники пойдут сразу на работу. Но вот первый заместитель министра транспорта сказал, что первоначальная заработная плата для наших выпускников будет 40-50 тысяч гривен. И вы знаете, очень многие студенты сегодня проявили желание учиться параллельно. Также в этот день был подписан меморандум о сотрудничестве между Киевским институтом интеллектуальной собственности и правой и главным территориальным управлением юстиции в Киеве. Я хотел бы нагадать, что Институт интеллектуальной собственности и права, Киевский институт, он единый в стране, и этих фаховцев сегодня мы выпускаем только мы. И мы сегодня гордимся нашими выпускниками, которые работают в разных структурах. Наши переваги, нашу вузу, это то, что не только мы дбаем, чтобы наши студенты комфортно себя почували, и мы все видим, в каких условиях они учатся. В европейских условиях, благодаря нашему президенту университету Сергея Алексеевича Кивалова. Но наша перевага в том, что мы наших студентов про это влаштовываем. Основным направлением сотрудничества станет стажировка и трудоустройство студентов и выпускников Киевского института интеллектуальной собственности и права. Для нас это даст возможность отримать новых кадров, потому что не секрет, что каждая другая человек, которая приходит в юстицию города Киева, остается у нас на работу. А вариантов прийти до нас есть три. Это первое – стажирование, второе – это практика, третье – это волонтерство. То есть, будучи еще студентом, можно начать сповпрацовать с юстицией города Киева, потому что мы даем эти возможности. Поэтому мы надеемся, что благодаря сповпрации с институтом мы получаем новые хорошие кадры, которые пополняют ряды тысячной юстиции города Киева. Кроме того, расширяется материально-техническая и спортивная база Одесской юридической академии в Киеве. А сейчас у нас хорошие планы. Мы спортивный комплекс готовим. Готовим спортивный комплекс полностью, стадион, беговые дорожки, волейбол, баскетбол полностью комплекс, с трибунами. И вот только позволит условия весной, в марте месяце мы запустим. Я думаю, что за год, за полтора мы закончим здесь стадион. Выпускниками магистратуры альмаматор украинских юристов являются ведущие политики страны. В Одессе в актовом зале юракадемии из рук президента вуза Сергея Кивалова диплом магистра и мантию получил народный депутат, политический деятель Вадим Новинский. И если бы все депутаты Верховный Рад закончили Одессскую юридическую академию, наверное, в нашей стране принимались хорошие законы, они бы выполнялись. А студентам, которые здесь собрались, вы имеете большое счастье обучаться в этих стенах. Вадим Новинский отметил высокую профессиональную востребованность выпускников вуза и сообщил, что готов принимать на работу таких специалистов. Без президента Одесской юридической академии Сергея Васильевича Кивалова этого вуза вообще не было. Он сделал этот вуз, он вывел его на самые престижные позиции, на первую ступень по престижности среди юридических вузов Украины. Поэтому его заслуга исключительно. Ну и, конечно, всего профессорского преподавательского состава. Хорошие юристы всегда нужны. У меня есть огромная компания, и мы всегда принимаем на работу тех, кто заканчивал Одесскую юридическую академию. Потому что это знак качества. У нас, я вам хочу сказать, самый лучший коллектив не только в Украине. Я горжусь своими студентами, горжусь преподавателями, сотрудниками, потому что наши выпускники – это гордость нашего университета. Наши выпускники – это самые перспективные, самые востребованные молодые специалисты. Для того, чтобы набраться опыта и найти работу еще перед выпуском из вуза, для студентов предусмотрена система практик и стажировок во всех существующих в нашей стране органах государственной власти. Подписаны меморандумы о трудоустройстве с нацполицией, министерствами инфраструктуры и юстиции, Генпрокуратурой Украины, Национальным антикоррупционным бюро. Достигнута договоренность о сотрудничестве с Государственным бюро расследований и другими структурами. В первую очередь я доверяю Сергею Васильевичу Кивалову. И я часто видела его интервью, видела, как он говорит о трудоустройстве и так далее. И я действительно верю этому. И я действительно считаю, что этот университет – это лучший университет в Украине, потому что здесь прекрасные условия. Что касается вступительного тестирования для поступления в магистратуру по специальностям права и международное право, то в Юрокадемии делают все возможное, чтобы помочь выпускникам, бакалаврам успешно сдать его. Специально был изменен формат проведения семинарских занятий для четвертых курсов, когда наряду с устными ответами студенты проходят тестирование по каждой из тем и таким образом тренируются перед решающим тестированием. Дмитрий Богомолов, Полина Корюк, Игорь Лапчевский, Юлия Польнова. Телеканал «Репортер». Спасибо. 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 Спасибо.